Виталий Матюшин Виталий Матюшин Виталий Матюшин Виталий Матюшин Виталий Матюшин Виталий Матюшин Важная историческая веха Стала поводом пригласить Вуз почетных гостей Правда, от массовых мероприятий В силу эпидемической обстановки Пришлось отказаться Хотя праздничную атмосферу Это нисколько не испортило Наоборот, юбилей Один из старейших университетов Брещины Отметил сразу несколькими Важными новинками-открытиями Год 75-летия Великой Победы Стал поводом обратиться К истории и истокам А также посмотреть на современную программу подготовки студентов Шире и глубже Анастасия Назрин-Плотницкая продолжит тему 1945 год Величественный и торжественный для всего постсоветского мира Большая страна, могучий Советский Союз Поборол коричневую чуму И постепенно возвращался к жизни Брест, как один из городов, освобожденных в 1944-м Постепенно возвращается к жизни Здесь открываются школы Начинают работать предприятия, организации А на карте учреждений города Появляется педагогический институт Да, именно с этого маленького здания Начинается история Большого университета Который сегодня по праву считается Одной из лучших кузнец кадров для сферы образования и промышленности Ежегодно за знаниями в областной центр Приезжают молодые люди из разных уголков страны Постепенно популярность вуза растет и за рубежом Среди иностранных студентов в Пушкинке Сегодня есть китайцы, туркмены, чехи, россияне, казахи В университете учатся 6 тысяч студентов Из них 600 иностранных студентов И сейчас учатся уже те студенты иностранные Которые приехали по подсказке, если можно сказать, наших выпускников иностранцев Которые приехали к себе на родину И сказали, поезжайте в Брестский университет учиться Во-первых, там дают качественное образование Во-вторых, поскольку лучше Бреста, нету места Замечательный город Брест Поэтому мы рады, конечно же, тем, что в нашем университете учатся иностранные студенты Тем самым показывая престиж нашего университета 75-летие университета стало поводом собрать в одном зале партнеров, коллег, друзей Всех тех, кто бок о бок идет по образовательному пути вместе с вузом Высказать слова признательности и благодарности пришли первые лица Министерства, руководства города и области Все те успехи, которые сегодня имеют учреждение Его администрации и работники связывают с большой дорогой Которую прошел университет на пути становления Быть сегодня лучше, чем вчера Это завещали педагогам-основателям вуза Школа фронтовиков, трудившихся здесь в первые послевоенные годы Во многом повлияла на принципы и подходы в обучении В честь каждого из этих важных людей На третьем этаже главного корпуса Была открыта мемориальная экспозиция И пусть никого из тех, чьи фото украшат большой стеллаж, уже нет в живых Их путь и примерно всегда останется в сердцах Мы отмечаем юбилей, который совпал с юбилеем Великой Победы И для нашего университета это действительно подлинный настоящий праздник Если говорить и о других вузах и выделять наш университет Надо сразу же отметить, что здесь трудятся те, кто однажды выбрал для себя дорогу в учительство А сейчас это классический университет, который готовит не только учителей Следуя духу времени и веянию технологиям, Пушкинский университет развивает отношения с китайскими партнерами Так, на базе университета накануне торжественно открылся Институт Конфуция Образовательная площадка призвана сделать культуру Поднебесной более популярной и понятной Здесь уже проходят первые занятия по письму и чтению иероглифов Это самый распространенный язык во всем мире, даже несмотря на то, что на английском говорят практически в любой точке мира Все равно китайский остается самым распространенным Во-вторых, конечно же, из-за того, что Беларусь тесно сотрудничает с Китаем Сейчас, я думаю, очень много возможностей развиваться именно в этой стезе, попробовать что-то новое для себя Это четвертый институт Конфуция в Беларуси на базе вуза и 550-й в мире Аналогичная площадка изучения, правда, уже белорусской культуры, несколько лет назад появилась в Китае и вызвала неподдельный интерес Сегодня Брестский вуз продолжает идти по образовательному пути, следуя сохраняя традиции При этом здесь всегда чувствуют дух времени и берут из новинок только самые передовые и актуальные За это ценят родной вуз его студенты Поступив сюда, я открыл для себя много нового, новые знакомства Преподаватели, которые хорошо объясняют материал, чтобы стать профессионалом именно в своей сфере И вот на специальности, на которой я учусь, в будущем она открывает очень много возможностей Так как в IT-сфере, так и в сфере ядерной физики, которая развивается в нашей стране, так и во всем мире 75 лет. Много это или мало? Для человека это целая жизнь, для судьбы миг, этап, период История Пушкинского университета продолжается Свою главу в ней оставляет каждый курс, каждый учебный день И эта летопись будет писаться еще очень и очень долго Потому что в вуз приходят те, кто хочет сделать его жизнь и процесс обучения интереснее и лучше Мы гордимся нашим университетом Я хочу пожелать всем нашим преподавателям, студентам здоровья, успехов И дальнейшего процветания нашего университета С юбилеем университета! Анастасия Назарин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич Итоги недели И пока один университет празднует важную дату, в другом проводят важные конференции Одна из последних международного масштаба Специалисты Брестского научно-технологического парка, педагоги и студенты Брестского государственного технического университета И зарубежные коллеги из Аньхойского университета архитектуры собрались, чтобы обсудить серьезные вопросы Правда, в связи с непростой эпидемической ситуацией присутствовать на встрече лично удалось не всем Участники конференции из Китайской народной республики общались по видеосвязи Основные темы международной конференции – энергоэффективное строительство, безопасность инженерных объектов и мониторинг загрязнения окружающей среды Что послужило толчком для таких коллективных обсуждений и подробностей прямо сейчас Ни для кого не секрет, что 21 век в Беларуси стал эпохой строительства энергоэффективного жилья Уникальный для нашей страны проект осуществлен и в Бресте Четырехэтажный дом по адресу улицы Колесника 1А особенный Здесь в качестве нагревательных приборов выступает вся поверхность пола Регулировка отопления осуществляется с помощью датчиков температуры Преимуществ много Равномерное распределение тепла, отсутствие стандартных приборов отопления и комфортный микроклимат помещения Это первый в регионе жилой дом энергоэффективного класса А+. Этот жилой дом уже вызвал интерес у иностранных заказчиков, прежде всего у Литвы и Швеции Этот жилой дом позволяет повторно использовать тепловую энергию в системе вентиляции И расход тепловой энергии на 1 метр квадратной площади в данном жилом доме В среднем в два раза меньше, чем у аналогичного жилого дома, например, рядом стоящего кирпичного дома В городе над Бугом этот опыт пока скорее исключение, чем правило А потому международная конференция, которая проходила между представителями белорусской и китайской стороны В Брестском государственном техническом университете была организована не случайно Китай является государством, которое достаточно серьезно относится к внедрению инноваций, в том числе и в строительстве А потому белорусы смогли получить хороший практический опыт по внедрению и использованию энергоэффективных домов Поднебесной такая практика себя уже хорошо зарекомендовала Сегодня от тех подходов и технологий, которые применяются в строительстве, правильно сказали, зависит многое и в части дальнейшей затратности эксплуатации объектов Ну и кроме того, конечно же, при решении любой технической либо экономической задачи Мы в первую очередь думаем о том, каким образом это будет способствовать повышению комфорта для человека Поэтому, что касается энергосбережения, мы понимаем, что несмотря на то, что у нас появляются тоже и новые энергоисточники Но, тем не менее, это одно из направлений, по которым мы можем получить экономию в части снижения затратности, ну и в части общего подхода сбережения Одна из тем международной конференции относилась к вопросу мониторинга загрязнения окружающей среды Поиск эффективных решений в данном направлении может стать хорошим подспорьем для дальнейшей работы специалистов отрасли природоохраны Участники надеются на положительный эффект не только для экономики государства, но и для комфортной жизнедеятельности Спикеры мероприятия по видеосвязи делились результатами проделанной работы, обозначали новые научные результаты, предоставляющие международный интерес и делились планами на будущее Одной из основных социально-экономических задач страны в ближайшие годы является разработка внедрения механизмов устойчивого развития с переходом функционирования на принципы зелёной экономики В контексте экономики замкнутого цикла важной научно-технологической задачей для региона является разработка технологий и оборудования Международные конференции с участием специалистов из Китайской Народной Республики для Бреста уже давно не ноу-хау Современные средства связи позволяют общаться на расстоянии, что даёт возможность онлайн делиться опытом, консультироваться, определять новые совместные китайско-белорусские проекты, тем самым привлекая в страну инвестиции Сегодня мир развивается очень динамично, новые технологии появляются очень быстро И для того, чтобы в этом движении нам не отстать, мы должны постоянно над этим направлением работать Я уверен, что даже по итогам сегодняшней конференции найдутся решения, которые помогут нам решать эту задачу Ну и внедрить уже определенные новые подходы, вот в частности у нас в городе Брест Ирина Кузьмич, Туард Бакунович, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» Вы смотрите программу «Итоги недели» Говорим о важном и актуальном Вторая волна коронавирусной инфекции пришла в Беларусь Да, медики прогнозировали это явление Сегодня необходимыми медикаментами и аппаратами оснащены все учреждения здравоохранения От поликлиники, амбулатории до больниц Однако сказать, что бороться с проблемой стало проще нельзя Очередная волна вируса не менее сильная и опасная Насложняет ситуацию и то, что осенне-зимний период – время острых респираторных инфекций и гриппа Которые также могут усугубить протекание болезни Ученые утверждают, если человек параллельно заболеет и гриппом, и коронавирусом Процесс лечения усложняется в разы Как на данный момент складывается обстановка в городе и какие меры нужно соблюдать, чтобы максимально уберечь своих близких и родных от таких жутких последствий, разбирались наши корреспонденты Октябрь, ноябрь, декабрь – время, когда в поликлиниках города традиционно больше всего людей Переменчивая погода нередко становится причиной острых респираторных заболеваний За помощью выпиской больничных и рецептов, как правило, образуются очереди Сейчас они выглядят чуть масштабнее, в основном из-за дистанцирования В связи с ковидом пациентов просят не подходить близко друг к другу Входы больных людей и других пациентов разделены А у каждого, кто переступает порог, спрашивают о самочувствии и измеряют температуру тела Вход фактически один Есть фильтр, где экипированный сотрудник производит термометрию и производит опрос пациентов Кто нуждается на выписке рецептов, может взять анализы, дополнительные обследования Собираются эти данные по необходимости, чтобы человек не посещал пациент в поликлинику Эти данные дали доносы до участковой службы и не решаются, пациент отправляется домой Также у нас отдельно работает инфекционный бокс В три смены сидят врачи, принимают пациенты с лихорадкой, если кто приходит На фильтре они отсекаются и направляются через отдельный вход к тем врачам Работают с ними, принимают соответствующие решения Там же в инфекционном боксе, что у нас новое такое дополнительно Там из клинической лаборатории работают Возможно сделать забор анализов Пациенты, у которых подтвердился диагноз коронавирус, делятся на две группы Те, у кого заболевание протекает в более легкой форме, находятся на самоизоляции Их медики посещают на дому Тяжелые больные поступают в центральную городскую больницу Где для их лечения и реабилитации сегодня отданы все отделения В городе Бресте на ковидных пациентах с пневмоемией в том числе Работает одно учреждение только, это центральная городская больница Вот если брать вот три недели назад Из 14 отделений под это было перепрофилировано Под оказанием помощи для такой категории больных только 6 отделений То вот на сегодняшний день уже перепрофилированы все 14 отделений Ну конечно, рост в настоящий момент есть Мы в принципе ожидали эту вторую волну Это было неизбежно по законам эпид-процесса И она пришла Мы к ней готовились, конечно Готовили учреждения здравоохранения Наращивали группировку по сотрудникам, по средствам индивидуальной защиты Когда-то она приходит Сейчас это случилось Вторая волна наступила Да, с каждым днем больных коронавирусной инфекцией становится все больше Вирус переносится по-разному Однако особенно медики просят защищать себя пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания Они, как правило, усложняют течение болезни Хотя в зоне риска не только эта категория граждан Медики призывают всех соблюдать простые правила, которые помогут сохранить здоровье При посещении мест массовым скоплением людей, такие как торговые объекты, магазины, аптеки Общее помещение закрытого типа Обязательно использовать маски, антисептики Обязательно должно соблюдаться дистанцирование Дистанцирование имеется в виду расстояние между людьми, скажем, минимум полтора-два метра Но есть еще такое понятие, как социальное дистанцирование Это разобщение пожилых и молодых Есть такой нюанс Намного раньше положенного в этом году была объявлена вакцинация Согласно официальным данным, человек может заболеть и коронавирусом, и гриппом Что серьезно усложнит процесс протекания болезней Именно поэтому многие поспешили в этом году сделать прививку Иммунитет вакцинированных людей в любом случае воспримет болезнь намного легче Грипп ожидается у нас, как всегда, в конце января, в начале февраля Но сейчас отмечается с началом учебного года подъем острых респираторных инфекций В этом году важно сделать прививку еще почему И почему, собственно говоря, и вакцинация-то началась раньше В связи с тем, что возможно, скажем, одновременно заболеть и гриппом, и ковидной инфекцией То в данной ситуации будет важно иметь иммунитет Хотя бы против гриппа, потому что еще вакцинация против ковидной инфекции не проводится Но и, как я уже говорил, вакцина против гриппа Она, кроме того, что дает иммунитет от трех типов вируса гриппа Она обладает все-таки некоторым перекрестным эффектом И в целом стимулирует доклеточный иммунитет То есть и, возможно, в какой-то мере защитит и от ковидной инфекции, ну или ослабит ее течение Возвращаясь к теме пожилых людей, стоит сказать, что они сейчас будут окружены больше поддержкой и заботой Так, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района напоминает о работе горячей линии Чтобы оградить себя от ненужных походов в общественные места, пенсионер может обратиться за помощью к работникам учреждения Для этого необходимо лишь оформить заявку по телефону Горячая линия работает в рамках работы учреждения Эта практика показала, что в принципе в другое время круглосуточного дежурства нет необходимости И выходные дни, потому что, наверное, родственники могут помогать своим близким А в будние дни мы поддерживаем пожилых граждан и инвалидов первой и второй группы По доставке продуктов, лекарственных средств и предметов первой необходимости Территориальный центр, горячая линия, я вас слушаю Услуга уже востребована На телефон горячей линии ежедневно поступает около пяти звонков с просьбой в обеспечении продуктами питания и лекарствами Заявки от слабовидящих и слабослышащих в центре готовы принять по вайберу и ватсапу Вместе с ответственным диспетчером на консультации приходит переводчик жестового языка Который помогает решить все возникающие вопросы Так услуги становятся более доступными Наш сотрудник или если я в Красном Кресте или в Барсене, волонтер свободный, быстро он может отозваться Ну это может полчаса, час Понятно, потом сразу мы передаем или по телефону, звоним или отправляем по вайберу заявку Они уже отправляют человека и нам отзваниваются, что заявка выполнена Собранная продуктовая корзина будет передана пожилому человеку в течение часа-полтора Перед посещением таких граждан волонтеры обязательно вооружаются масками и перчатками, чтобы контакт с человеком был минимальным Такие меры позволят обладателям золотых лет сохранить свое здоровье и чувствовать внимание и заботу со стороны других Однако не стоит забывать и о себе всем нам, потому что любое заболевание легче предупредить, чем после лечить его последствия Продолжаем выпуск Благоустройство Бреста – это комплекс мероприятий Системное решение, включающее в себя большой перечень работ Озеленение и уборка территорий, ландшафтный дизайн и экологические проекты Асфальтирование улиц и его санитарное состояние И в большей мере все эти задачи выполняют специализированные предприятия – службы ЖКХ Но в последние годы включаются в эту работу и жители – активные и инициативные Ведь это важно не только для того, чтобы все выглядело красиво, но и для того, чтобы жить было комфортнее Кто-то скажет, что сегодня в условиях экономических трудностей этого делать не стоит Что эффективное благоустройство недешево, но герои нашего следующего материала так не считают Смотрите сюжет Людмила Логодич Чистые и ухоженные центральные улицы Бреста, его красивая набережная, просторные скверы и парки Стали привычной частью жизни брещан И прежде всего это заслуга работников всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства Это они в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наводят Бресте красоту и лоск Не зря он уже не в первый год признается лучшим в стране Довольно-таки серьезный стимул всем этим качественным преобразованиям дала подготовка к тысячелетию Много было сделано и планов громадье Но все и вся одномоментно не охватишь Средства нужны колоссальные, но постепенно благоустраивается не только центр города, но и отдаленные районы Озеленяются, проводятся новые освещения, асфальтируются дороги На этой неделе с участием домовладельцев начали прокладывать покрытие на улице Тенистой Именно жители выступили инициаторами проведения этой работы Собрали определенную сумму денег, около 50% И обратились в Брестский горисполком с просьбой, что они готовы принять долевое участие в этих работах Горисполком пошел полностью на встречу и выделил недостающие 50% для того, чтобы выполнить эти работы Улица Тенистая, она довольно-таки протяженная, больше километра протяженности имеет Ориентировочная стоимость работы будет составлять около 120 тысяч рублей Улица Тенистая – второй пример совместных действий по асфальтированию городских улиц С долевым участием жителей горисполкома Здесь в 50 домах проживает несколько сотен брещан Красивый живописный район, оснащенный всеми коммуникациями Вода, газ, освещение – все в наличии, подчеркивает Борис Остапович, который вместе с семьей проживает здесь более 12 лет Огорчало одно – дорога оставляла желать лучшего А если есть желание, его надо воплощать в жизнь Жители собрали чуть более 60 тысяч рублей, что позволило приобрести 750 тонн асфальта Остальную сумму выделил из резервного фонда мэр города Александр Рогачук Укладку асфальтобетона за бюджетные деньги выполняют специалисты Бресского ДЭП Низкая здесь местность, всегда нас топило, грязь, это не устраивало С трудом мечтался здесь асфальт, много было уложено усилий, агитаций, бесед Половина жителей соглашались, половина нет Сомневались, у кого-то были финансовые проблемы Кто-то надеялся на город, что город сам сделает Но приложили все усилия, обращались неоднократно к властям Ну вот благодаря зампредседателю госполкома Якубовскому Николаю Сергеевичу Нам город помог при участии ДЭПа заасфальтировать эту улицу Очень радостно, конечно, у нас событие, что мы все-таки смогли вся улица организоваться и сделать вот эту дорогу В принципе, это не только для нас, как и для города Есть много возмущений, типа должен город это все сделать Ну как бы кто ни говорил, мы снесли свою лепту развития как нашего города, так и нашей улицы Навели немного красоту, но хочу выразить всем благодарность нашей улице, которые отозвались на вот нашу просьбу Мы вот здесь с Борисом начинали, долго ходили, много усилий приложили, но главное, что получилось Добрая инициатива не только улучшила жизнь целого района, но объединила и сплотила всех соседей Теперь в планах провести освещение на фотоэлементах и высадить памятную аллею А зеленением Бреста также традиционно занимаются и другие службы и жители нашего города На этой неделе в северном городке прошли сразу две акции по высадке деревьев Сначала молодые семьи города над Бугом вложили свою посильную лепту в благоустройство города А затем их поддержала администрация Ленинского района Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына И вырастить дерево, посадить сына Поэтому мы решили начать с самого простого Благо нам в этом помог наш друг И вот мы решили посадить сейчас, пока дерево Я думаю, что через несколько лет здесь будут красивые клёны, липы Будет место летом тень создавать И какой-то вид И чем больше зелени в нашем городе, тем, конечно, лучше Мы стараемся максимально Каждый участок где-то есть свободной земли Зная по городопаспорту, что он не под застройку Стараемся высадить дерево, кусты Организовать какую-то минимальную аллею в данном микрорайоне А для того, чтобы было чисто и уютно, зелено и красиво Не только в одном микрорайоне, но во всем городе Несмотря на переменчивую погоду, неустанно трудятся сразу несколько бригад коммунальника Уборка города – дело непростое Да и к тому же это тяжелый физический труд И тут на подмогу человеку приходят машины-пылесосы, триммеры, воздуходувки и прочая техника Техническая составляющая коммуналика довольно-таки серьезная Но все-таки основными орудиями труда и самыми надежными помощниками По-прежнему остаются метла и грабли Мы делаем уборку остановочных пунктов, проезжей части улиц, тротуаров, газонов и скверов Для того, чтобы дать задание работнику, я в 6 утра уже знаю, что кому надо сделать и куда его поставить Сейчас у нас, видите, золотая пора, это осень Люди занимаются уборкой листвы Также у нас идет раз в две недели покос травы на газонах Это мы тоже убираем, ну и само собой мусорки Мусор мы собираем каждый день, утром и после обеда Мне просто нравится, когда я иду в Рест, и он очень чистый И когда улицы, когда люди идут к тебе навстречу, улыбаются Мы очень много знаем живущих здесь людей И то, что ты идешь и ты знаешь, что твоя работа приносит пользу кому-то, не только себе Это уже очень хорошо Благодаря усилиям работников коммунальных служб уже проведена масштабная работа по уборке, озеленению, благоустройству города На данный момент высажено свыше 1700 деревьев и 13200 кустарников Для того, чтобы по-прежнему каждому из нас и в любой пору года было приятно прогуляться по ухоженному парку или скверу Пройтись по чистым улицам и насладиться красотой родного города И все-таки еще раз хочется напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят Как вы считаете, что является логическим продолжением большой любви? Правильно, счастливая семья И хотя в последнее время часто говорят о кризисе ячейки общества Факт остается фактом, семей в Беларуси становится все больше, в том числе и тех, кто подпадает под определение молодая Так, например, за первые три месяца 2020 года в Брестской области было зарегистрировано более 1 тысячи браков Ценность семьи в культуре Беларуси с каждым годом возрастает, а потому ежегодный фестиваль «Слет молодых семей» с символичным названием «Вера, надежда, любовь» состоялся на Брещене и в этот раз 14 лет подряд он собирает самые креативные и продвинутые молодые семьи Брестской области Во что верят, на что надеются и как живут молодые семьи, на эти вопросы нашему корреспонденту Ирине Кузьмич отвечали участники феста Программа «Слета молодых семей» традиционно насыщена разными мероприятиями, но должное внимание здесь отдают спорту Совместное преодоление трудностей, участие в командных соревнованиях и эмоциональная поддержка с трибун – то, что объединяет не хуже романтических свиданий С этим мнением согласны участники молодежного фестиваля Одни из тех, кто с улыбкой и задором выполняет все задания – семья Саганович Новый статус они получили недавно, датой самого важного торжества в их теперь общей историей стало 6 июня 2020 года Ксюша сделал предложение, когда мы в Испании отдыхали, это было где-то за 9 месяцев до свадьбы Ну так, чтобы анально познакомились, пришел, увидел, забрал, полюбил Кульминационной точкой молодежного слета стала посадка аллеи семейных деревьев На территории историко-мемориального музея усадьбы Немцевичей в деревне Скоки Брестского района Благодаря усилиям 9 молодых семей свою прописку нашли 12 елей Нам приятно, что мы находимся на гостеприимной Брестской земле И такое мероприятие, как парк семейных деревьев, заложили здесь, в усадьбе Немцевичей Своё первое семейное дерево, нам очень приятно Мы планируем, как у нас, у любых здравомышленных людей, в планах создать семью с детьми И хочется привезти в будущем сюда детей, показать, что вот дети Здесь у нас посадили первое семейное дерево И пока у одних только в планах прирасти новыми членами семьи Другие приехали на молодежный фестиваль вместе со своими сыночками и лапочками-дочками Садить деревья в полном составе не только интересно Богдан Чечетко, ему только 4 года, просто поразил нашу съемочную группу Непосредственно по-детски, рассказав о традиции своей семьи И когда меня не было, про бабушки и прадедушки посадили на участке деревья Вот, они уже умерли, когда я появилась А теперь мы посадили И это не единственная добрая традиция в семье маленького Богдана Его родители знают друг друга более 10 лет, с подросткового возраста И охотно делятся простыми секретами счастливой семейной жизни Да, вроде секретов нет у нас Мы живем, как и все, поддерживаем друг друга Понимать нужно, да, уважать, ценить Не всегда легко, но надо находить компромисс Да, терпеть, скажем так, это тоже, да Главное терпеть Аллея семейных деревьев, которую высадили участники молодежного слета Уже через несколько лет, возможно, станет еще одним украшением Небезызвестного парка, усадьбы Немцевичей Об этом говорили и на подведении итогов фестиваля молодых семей Вера, Надежда, Любовь Это финальный аккорд слета, самый волнительный и эмоциональный За 14 лет существования традиции более 200 семей стали его призерами и лауреатами И самое важное, все, кто участвовал в молодежном фестивале, по сей день живут вместе С верой, надеждой и любовью У нас уже не первый год проходит свет молодых семей, уже 14-й год подряд На самом деле это очень хорошее и доброе такое мероприятие Очень отрадно, что семьи с удовольствием приезжают Мы стараемся всегда наценить программу Очень важно, что уже третий год подряд у нас есть такая акция Аллея семейных деревьев, парк семейных деревьев И нашей семье мы тоже привлекли на эту акцию Хочется сказать, что такие мероприятия нужны, важны Потому что семьи собраны с разных регионов Они смогли познакомиться, пообщаться друг с другом И я думаю, что таких мероприятий должно быть больше И мы будем над этим работать Каждая награда нашла своего достойного обладателя А молодые семьи, кроме памятных трофеев, получили еще и бесценный опыт У организаторов есть идея в юбилейный год собрать большой слет всех семей участниц Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич Специально для программы «Итоги недели» Совместное заседание коллегии спортивных министерств России и Беларуси прошло в Бресте И это обоснованно в городе Надбугом уже многие годы На базе современных спортивных комплексов ведется эффективная подготовка резерва Для национальных сборных команд страны Многие спортсмены, благодаря успехам которых о Беларуси узнавали далеко за рубежом, уроженцы Брещины Юлия Нестеренко, Сергей Мартынов, Роман Василюк, Дарья Скрипника, Максим Сушко В послужном списке Брещан имеется не один десяток высоких наград Они навсегда вписали свои имена в спортивную историю страны На коллегии представители министерств двух стран подписали программу сотрудничества в области спорта на предстоящие два года Гонбольный клуб имени Мешкова, легкоатлетический манеж, диспансер спортивной медицины, грибной канал Эти и многие другие спортивные объекты стали точками маршрута членов Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Благодаря многообразию спортивной инфраструктуры областного центра и современному оснащению спортсмены Брещины показывают хорошие результаты на соревнованиях республиканского и международного уровня Именно поэтому изучить Брестский спортивный опыт приехали представители России Очень благодарны за возможность узнать о системе организации физической культуры и спорта в Республике Беларусь Сегодня была возможность посетить спортивные объекты Видим, какое внимание уделяет президент, правительство развитию спортивной инфраструктуры И видим, что она работает не только, повторяю, на систему спортивной подготовки, но и на массовый спорт Убеждены и своими глазами здесь видим, что спорту уделяется большое внимание Люди занимаются спортом, люди воспринимают спорт как неотъемливую часть своей жизни Одним из важных пунктов насыщенной и информативной программы встречи Стало посещение знакового для города места – мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» На священной земле российских коллег приветствовал председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис Присутствующие почтили память погибших защитников Брестской крепости минуты молчания И возложили цветы к вечному огню После посещения исторического места участники приступили к важной части встречи Совместному заседанию коллегии Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России Задачи сегодня стоят как можно больше проводить совместных мероприятий Обмениваться опытом в ходе подготовки Учитывая то, что опять же и пандемия внесла свои коррективы И немножко мы, наверное, где-то ослабили это взаимодействие на уровне двух государств И соревнования у нас только в рамках союзного государства В течение 2018-го всего четыре мероприятия были проведены По два в Республике Беларусь и в Российской Федерации В 2019-м году тоже четыре мероприятия Наверное, этих мероприятий должно быть больше Сборовых мероприятий должно быть больше У нас мы можем похвастаться прекрасной инфраструктурой, прекрасной базой На территории Республики Беларусь Это не только Брестский регион Это и Гомельщина, и Витебщина, и Магливущина, и Годнищина По разным видам спорта у нас прекрасная база Точно так же в Российской Федерации Мы ездим, наши представители бывают Мы видим, в каком состоянии находятся базы И они с каждым годом все лучше и лучше Мы должны двигаться вперед, должны развиваться, должны совершенствовать свои подготовки Подготовка спортивного резерва – основная тема совместной коллегии Брещина сегодня является одним из флагманов развития детско-юношеского спорта в Республике Беларусь К слову, за прошлый год спортсмены Брещины заработали более 800 медалей А это на 200 медалей больше, чем в 2018-м Такой прирост достижений связан с хорошей комплектацией спортивных объектов Прекрасного тренерского состава И желанием молодых людей добиваться высоких спортивных вершин Для города с 340-тысячным населением мы имеем очень хорошую спортивную базу Которая действительно, как сегодня в своем выступлении отметил министр спорта Российской Федерации В первую очередь работает для населения, для возможности заниматься спортом детям Для того, чтобы дети могли становиться здоровее, чтобы они росли здоровыми, сильными людьми А это, наверное, определенная даже экономическая составляющая Потому что люди, которые не ходят на больничные Это определенный, наверное, все-таки экономический ресурс государства То есть мы не тратим деньги на лекарства, мы не тратим деньги на больничные листы Мы говорим о том, что наши люди сегодня, занимаясь спортом, становятся более, скажем так, спортивными Соответственно, меньше подвержены болезням И это позволяет нам говорить о том, что у нас есть хорошее будущее Российская и белорусская стороны обсудили специфику работы спортивной отрасли В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации Цифровую трансформацию в сфере физической культуры и спорта Тематику подготовки спортивного резерва на региональном уровне А также взаимодействия стран по приоритетным направлениям международной спортивной повестки Кроме того, во время коллегии участники обсудили острую тему Противодействие применения допинга в спорте Борьба с допингом также является одной из основных тем сегодняшней встречи И в Российской Федерации, и в Республике Беларусь Мы активно работаем над созданием образовательных программ Профилактики употребления допинга среди молодежи Повторяю, в детских спортивных школах, в спорте высших достижений Видим очень положительные тенденции, которые сегодня видны в этой работе И в Республике Беларусь, и в Российской Федерации И очень важно вместе единой командой выступать на международных аренах На площадках международных, таких как, например, конвенция ЮНЕСКО Где мы должны отстаивать наши общие интересы, интересы государственные Допускать коллективные ответственности за государственные ответственности За применение частных случаев применения допинга По итогам заседания стороны подписали программу сотрудничества В области физической культуры и спорта Между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь И Министерством спорта Российской Федерации на 2021-2022 годы А также меморандум в области противодействия применению допинга в спорте Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам Звоните на номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза растительный препарат при кашле из Германии Проспан для взрослых и детей с двух лет Проспан оказывает отхаркивающее бронхоспазмолитическое Противовоспалительное действие Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению Для удобства применения две формы препарата Проспан капли и сироп не содержат красителей и сахара Проспан – сила природы против вашего кашля Я Виталий Матюшин, желаю вам хорошего завершения дня Вместе с каналом БУК-ТВ Добрых вам новостей в ваших домах И будьте здоровы! Препарат при кашле из Германии Проспан разжижает и выводит мокроту Облегчает дыхание Не содержит красителей и сахара Для взрослых и детей с двух лет Мама знает Папа знает Проспан от кашля при простуде помогает Продолжение следует... Продолжение следует...